Великим Пастырем 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 Поэтому перестаньте говорить «я не люблю читать». Просто скажите «я хочу, чтобы меня игнорировали». Так вы сможете быстрее добраться до корня всех причин. Просто найдите для этого время и энергию. Некоторые из вас хорошо натренированы, кстати. Применяйте свои навыки, когда будете изучать Царство Божие. Примените себя. Очень некрасиво показывать, что это вам неинтересно. Если вы способный ученик, и вы хотите усвоить эту информацию, но вместо этого вы читаете только какие-то фрагменты, то Бог считает, что вы неправильно используете свою энергию. Если у вас есть возможность стать учеником, станьте им. Это изменит вашу жизнь и ваше семейное древо. Но нужно не только учиться, потому что учеба подразумевает под собой, по большей мере, теоретику. Это процесс аккумуляции информации. Если информация сделает вас святыми, то мой компьютер — самая святая вещь у меня в доме. Нельзя на этом останавливаться. Надо продолжать тренироваться. Тренируясь, мы учимся применять все это на практике и тем самым входим в игру. Вы берете накопленную вами теоретическую информацию и применяете ее на практике. И, конечно, делаете это не без помощи того, у кого больше опыта, чем у вас. Это не значит, что вам нужен человек, который знает все ответы. Это не значит, что вы никогда не будете удивляться, что вы перестанете ощущать себя слабыми. Вы просто можете помочь человек, который знает чуть больше, чем вы. Не упускайте возможности учиться и совершенствоваться в познании Бога, если вам не кажется, что хоть кого-то среди вашего окружения эти знания полностью преобразили. У нас был всего один идеальный образец, но мы его убили, потому что он слишком давил на остальных. Его звали Иисус. Мы с вами можем учиться даже у людей, которые опережают нас всего на полшага. Даже это поможет нам. Именно так и познают Царство Божие. Тренируясь, мы приучаемся к особому поведению и действиям, которые помогут нам добиться в будущем того, чего мы не можем добиться сегодня, независимо от того, насколько искренне вы стараетесь этого добиться. Одна из самых частых ошибок в вере заключается в том, что мы пытаемся чего-то добиться, но так часто терпим поражение, что потом решаем, что нам никогда не добиться желаемого. Поэтому мы покидаем арену и занимаем место где-то в стороне. Просто найдите кого-нибудь, кто знает Бога чуть получше, чем вы, и начните наблюдать за этим человеком. Начните проводить с ним время. Посмотрите, как они отвечают на проблемы. Но тренировка — это еще не главная цель. Наша конечная цель заключается в том, чтобы стать людьми, которые начинают применять свою веру в жизни. Мы хотим стать практиками. Именно такую цель мы и поставим на эти выходные. Разница между тренировкой и применением на практике заключается в том, что когда вы тренируетесь, вы можете предложить свое мнение. У вас могут возникнуть предположения, вы можете что-то внести в диалог. А когда вы являетесь практиком, то именно вы принимаете решение, и именно вы несете ответственность за все последствия. Именно от вас и зависят все эти последствия. Именно в этом и заключается наше испытание. Мы все, будучи учениками, призваны практиковать свою веру. Мы не заполняем наши места в храме, так как мы делаем это на стадионе. Мы не говорим здесь. Знаете, мне кажется, команда играла бы лучше, если бы вон тот игрок больше толкался. Я считаю, что команда играла бы успешней, если бы они поменяли куатербэка, а линия защиты была бы лучше выстроена. Похоже, они не в лучшей форме, и мы приносим подобное настроение и в нашу веру. Мы считаем, что если мы будем просто приходить сюда, нас оценят за это. Но в Библии сказано совсем по-другому. Мы — это и есть церковь. Церковь, расположенная не на сцене, по задетой кафедрой. Церковь — это не просто здание. Мы — это и есть церковь. Вы и я. Правда, пугающе звучит. Надеюсь, это не из-за меня, ведь я не чувствую себя святым, праведным, одухотворенным человеком. У меня есть свои недостатки, слабость и противоречия. Мы — это и есть церковь. Мы были призваны практиковать нашу веру, чтобы впустить в себя Христа. Бог даровал вам возможность оказывать влияние на людей. Люди смотрят на вас. Они могут вам доверять, прислушиваться к вашему мнению, беспокоиться о ваших перспективах. Мы — это церковь. Мы — адвокаты Иисуса. А вы хотите быть практиками? Это значит заняться частной практикой. Так говорят об адвокатах. Это значит поставить свою подпись под этим. Когда вы пройдете тренировку, пройдете обучение, когда вам дадут все наставления, тогда вы сможете стать практиками. Именно тогда вам и придется заняться частной практикой. Вам нужно будет поставить свою подпись под этим, чтобы весь мир отныне знал, что вы являетесь практиком. Если вы настоящий последователь Христа, вы, разумеется, подписываетесь под этим. И люди, которые знают, что вы решили заняться частной практикой, должны знать, что вы являетесь последователем Иисуса Христа. Знаете, просто посещать церковь вполне неплохо. Можно с этого начать, но не стоит этим заканчивать. Что значит слова «начать практиковать свою веру»? Именно этому мы посвятили эти выходные. Разумеется, полностью нам этого не постичь, но мы попытаемся проделать несколько шагов по направлению к этой цели. Откройте, пожалуйста, строки из Священного Писания, указанные у вас в буклетах. Это 28 глава Евангелия от Матфея. Эти слова говорит Иисус. Все это произошло после Его воскресения. Представьте себе, ваши лучшие друзья видели, как вас распяли. Вы умерли на кресте от руки римлян, а потом они видели, как вас положили в гробницу и похоронили. И тут через несколько дней вы входите в комнату, где они сидят. Что бы вы мне сказали после этого, это вызовет у них большую веру. А вы как думаете? Думаю, если бы вы пришли ко мне на похороны и увидели меня там, а потом видели, как меня хоронят, а в следующее воскресенье я бы опять стоял тут, я бы точно привлек все ваше внимание. Вы как думаете, а? Мне кажется, вы бы сразу потянулись за вашими мобильниками, начали меня фотографировать и размещать мои фото в интернете. А теперь послушайте, что сказал Иисус. «И, приблизившись, сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Здесь отсылка к моей любимой фразе из Библии. «Господь мой». Он посмотрел на своих учеников и сказал, «Теперь правила игры поменялись. Теперь мне дали всю власть на небе и на земле». Мы отлично понимаем, что такое сила и власть. В нашем мире мы тоже с ними сталкиваемся. Значительной властью в нашем мире обладает, например, ООН. Это средоточие силы и власти в нашем мире. Всемирный банк является выражением власти и силы. Пентагон. Вы слышали, что сказал Иисус? «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Я не уменьшаю власть всех вышеперечисленных организаций. Они тоже обладают своими силой и властью, но есть куда более высшая власть. И придет день, когда всякое колено преклонится и всякий язык исповедует, что Иисус – Господь. Вы ведь уже сейчас хотите встать на верную сторону? Когда во время Второй мировой войны американцам пришлось оставить Филиппины, генерал Мак-Артур перед большим количеством людей заявил, «Я еще вернусь». И день, когда он вернулся, стал очень важным для людей. Они встретили его с большой радостью. «Когда наш Господь покинул землю, но сказал, что Он еще вернется сюда, и вернется Он как Царь-победитель, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века». Это часть нашего предназначения. Мы должны это делать. Это наша миссия. Иисус сказал нам, «Идите, научите все народы». Значит ли это, что вы должны пересечь океаны? И значит ли это, что вы должны пересечь часовые пояса? Вы должны идти и рассказывать миру то, что даровал вам Господь. Вы должны быть адвокатами Иисуса Назаритянина и помогать людям стать Его учениками. Есть сотни тысяч людей, которые хотят посещать церковь, но не могут собрать для себя слово «Бог», даже если вы дадите им буквы «Б» и «О». Это хорошие люди. Хорошие. Пусть это вас не смущает. Иногда люди кажутся нам добрыми и хорошими. Нам кажется, что они правильно ведут все свои дела, что они хорошие семьянины, нам не надо вмешиваться в их жизни со своей этой историей об Иисусе, но Иисус изменяет все. Быть добрым — это не основная цель. Наша цель — стремиться к святости и праведности, и самим нам праведными не стать. Нам нужна помощь. Вот почему Иисус так важен. Вот почему мы избрали Его своим Господом. Вот что значит родиться в Царстве Господнем. Это новое рождение, обращение к Богу, спасение. Когда вы избираете Иисуса своим Спасителем, вас освобождается нечто сверхъестественное. Мы с вами общаемся с людьми, которые не знают историю об Иисусе, потому что заботимся о них и о том, как их жизнь повлияет на вечность. И у нас хватает мужества и времени поделиться с ними историей об Иисусе. Понимаете, некоторых людей не пустят в Царство Божие. Эти люди однажды обнаружат, что они не принадлежат Царству Божьему, хотя они вели себя совсем не аморально. Они будут подобны людям, которых обвиняют в краже миллиона долларов. Они не будут мошенниками, аморальными личностями или серийными убийцами. Это хорошие люди, которые не знают Иисуса. Поэтому мы с вами должны очень постараться, когда будем рассказывать им нашу историю. Поскольку куда проще сформировать новое поведение, куда проще выучиться чему-то, когда есть кто-то поблизости, кто может сказать, «Я кое-что об этом знаю. Позволь-ка мне поделиться с тобой своими знаниями». Если вам в это не верится, то попросите 11-летнего ребенка помочь вам настроить ваш смартфон. Он вас многому научит, и мы тоже можем сыграть подобную роль в жизни других людей. Именно об этом и говорил Иисус. Попробуйте прокатиться без всякой подготовки по Амазонке в индийской лодке из коры. Вы должны работать над своей верой. С интернет-Амазонкой, то есть сайтом Амазон, все гораздо проще. Когда вы делаете там покупки, все анонимно, вы звоните по телефону и делаете заказ, там у вас его обязательно примут, даже если он странный, а через несколько дней вы придумаете что-нибудь еще. Рассказывать эту историю на работе куда сложнее, потому что они работают с вами, они слышат все, что вы говорите, и наблюдают за вами. Вы говорите себе, «Я не могу рассказать им об Иисусе, они не знают того, что мне на самом деле нравится, именно поэтому вы пришли сюда». Мне очень просто все это представить. Если говорить о такой части ваших обязанностей как служения, то здесь важно то, что вы делаете, а не то, что вы говорите. Важно то, чем вы делитесь, а не то, что вы просто отдаете или просто облекаете в слова. Прежде чем начать говорить об Иисусе, вы должны последить за своим поведением, службы, на которых вы выражаете свои эмоции, гораздо важнее того, как вы говорите. В конце концов, мы оказываем поддержку, а поддержка значит, что вы стоите рядом с человеком, который в данный период своей жизни колеблется. Это не значит, что вы можете на них повлиять. Это не значит, что у вас есть слова, благодаря которым все пойдет как надо. Это значит только, что вы понимаете, что у этих людей в жизни выдался трудный период, и вы встаете рядом с ними, потому что знаете, что они колеблются и могут оступиться. Такое случается в христианстве. Люди колеблются, но не оступаются, потому что с ним рядом тот, кто их поддерживает. Вы тоже можете сыграть в чьей-то жизни такую роль. У вас есть средства и возможности, чтобы это сделать. Вы можете сыграть такую роль в чьей-то жизни, но это еще не все ваше предназначение. Давайте откроем вторую главу послания к филиппийцам. Павел написал эти слова, находясь в римской тюрьме. Он пишет, «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послужны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего». Вот здесь остановимся. Мне кажется, эти слова отлично подходят к нашей парадигме. Павел говорит, «Когда я был с вами в присутствии моем, вы практиковали свою веру. Вы шли рядом со мной. Я показывал вам, и вы делали…» Как мы это называем? Тренировка. А ныне, во время отсутствия моего, вы должны продолжить практиковать свою веру. То есть, теперь именно вы и принимаете решение. Как мы это называем? Практика. Эти люди стали практиками. Послушайте, как он воодушевляет их. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми детьми Бога, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни. Прежде чем вы перевернете страницы ваших Библий, я особо выделю слова, которые наиболее привлекают мое внимание в этих строках. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Одна из истин заключается в том, что, будучи учениками Христа, мы должны жить в молитве. Неважно, будет это молитва о грешниках, или молитва о спасении, или обращении к Богу, именно молитва приближает нас к Царству Господнему. Мне кажется, что это очень значительный элемент вашей службы Богу, ведь у нас всегда есть искушение сложить руки и думать, что мы должны только смотреть и оценивать. В Библии же говорится нечто совсем другое. Свои слова апостол Павел адресовал филиппийцам. Он писал их для церкви, для верующих, всех последователей Христа. И он сказал со страхом и трепетом, совершайте свое спасение. Мы должны совершенствоваться в Господе. Расти в Господе. Значит, говорить «нет» своему плотскому себелюбию и говорить «да» Духу Божьему. Ведь вы несете свой крест, являетесь последователями Христа. Одна из причин, по которой наша церковь в последнее время потеряла свое влияние, заключается в том, что очень многие люди хотят ходить в церковь, но не хотят расти в Господе. Возможно, вы обратились к Богу 40 лет тому назад, но вы можете так и остаться младенцем. Я хочу побудить вас говорить «я хочу взрослеть в Господе». Неважно, как давно вы ходите в церковь и насколько зрелым вы себя считаете. Просто скажите «я хочу повзрослеть». Я хочу начать говорить «да» Господу, как-нибудь по-новому. Но это одна из задач вашего внутреннего совершенствования. Это касается вашего личного благочестия, касается святости и чистоты. Пожалуйста, не отгораживайтесь от меня. Вы нигде больше этого не прочтете. Это нигде не афишируется. Вы не увидите этого по телевизору. Просто позвольте Богу наметить границы вашей жизни. Позвольте Слову Божьему наметить границы вашей жизни, чтобы вы начали стремиться к таким вещам, как святость, чистота и праведность. Я не говорю вам о том, что вы никогда не получите своего места в Царстве Господнем. Я хочу сказать, что ваше поведение является отражением того, какое значение вы придаете чудесному дару искупления. Если божественные вещи кажутся вам чем-то обыденным, если вы относитесь к ним небрежно, то это очень ясно говорит о том, что вы не цените того, что для вас сделал Иисус. Но если вы стремитесь внести в свою жизнь святость, чистоту и праведность, то это значит, что вы их очень цените. Но как мы это делаем? Мы начинаем осознавать границы, которые наметил для нас Бог, и считать их личными границами. Бог ограничивает наше понятие о сексуальности, и мы позволяем Ему формировать наше поведение. Нам не важно, какое мнение по этому поводу имеет массовая культура. В Священном Писании на самом деле нет двойственного толкования многих вещей. В Библии ясно дается понять, если вы практикуетесь лишь иногда, вам никогда не стать полноправным членом Царства Господнего. Вы не можете считать, что у вас с Богом все нормально, и поэтому можете заниматься выходные, чем захотите. Вы не можете быть мошенниками или ворами. Нельзя делать так, чтобы такие жуткие вещи стали для вас повседневностью, и при этом считать, что у вас с Богом все нормально. В конце времен единственный человек, который будет иметь для нас какое-то значение, будет тот, кого видите вы, смотря в зеркало. Пусть мы и говорим, что мы должны проповедовать всему миру свой первый урожай, мы пожинаем на том, кто смотрит на нас из зеркала. Мы должны стремиться к совершенству. Именно такую задачу избрал для нас Господь. Это наша задача. Конечно, никто из нас несовершенен. Никто. У нас у всех есть такие тенденции. Всех нас окружают различные искушения. Все мы с ними сталкиваемся. От цель настоящего последователя Христа не приходить в церковь раз на несколько минут на выходных, заполняя тем самым место среди других прихожан. Дорогие, послушайте. Нельзя, приходя в церковь, вести себя одним образом, а выходя оттуда, вести себя совсем по-другому, поскольку вы считаете, что тем самым вы с Богом рассчитались. Это все равно, что ходить в тренажерный зал, а по пути домой заглядывать в Баскин-Робин. Наш сегодняшний урок несет в себе большое обещание. Вы должны заключить в себе Христа. Ведь в Библии сказано, если в вас есть Христос, то это надежда для мира. Если говорить проще, то церковь Иисуса Христа и люди, в которых живет Бог, и есть надежда для мира. Это не просто здание, где мы собираемся. Это не просто место, куда мы заходим в выходные на несколько минут. Христос живет в Своем народе, который разбросало по миру. Он — это соль и свет. Именно Он несет надежду для этой планеты. Я не хочу, чтобы вы забывали об этом. Вы имеете очень важное значение не потому, что вас не искушают, не потому, что вы не оступаетесь. Это не потому, что мы последовательны. Именно Христос в нас приносит нам перемены. Я хочу, чтобы вы всегда об этом помнили. Я хочу быть уверен, что вы сегодня все правильно поняли. Вы должны начать заняться своей частной практикой. Поймите, что раз вы — последователь Христа, то люди, работающие с вами и живущие рядом с вами, ваша семья, люди, с которыми вы отдыхаете, люди, на которых вы имеете влияние, должны понять, что вы выбрали Иисуса Господом в вашей жизни. Вы не просто ходите в церковь. Вы не просто доброжелательны и кротки. Не надо никого дурачить. Вы просто должны правильно строить свою жизнь. Именно так в вашей жизни происходят перемены. Если вы начнете это путешествие, полные энтузиазма и надежды, Бог с радостью примет вас. Он явит вам свою силу. Вы увидите, что благодаря вам, вашей серой жизни, начнут происходить просто замечательные вещи. Очень важно знать, что Бог дал вам особое задание. Хочу помолиться за вас. Пусть Дух Бога Живого явится вам, и благодаря этому в нашем мире в ближайшие недели произойдут перемены. Пусть нам хватит смелости осуществить все то, что мы сегодня записали. Отец Небесный, благодарю тебя за каждого человека. Благодарю тебя за их жизни. Я знаю, что они важны и имеют значение для тебя, и поэтому ты вызвал их из тьмы и привел в царство твоего сына. Я молюсь о том, чтобы слово твое нашло себе хорошую почву в наших сердцах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok